Государственная финансовая инспекция Харьковской области Владислав Калиников, первый заместитель начальника. О тех проверках, которые проведены, о подведении каких-то итогов за отчетный период, если можно, подробнее, и потом мы перейдем к вопросам. В текущем году финансовая инспекция Харьковской области полный удлил уже существовала тех порций, которые возложены на нее законодательством. Некоторые были проблемы в том, что в прошлом году, вы знаете, это было связано с недостаточным финансированным нашим органом, но благодаря усилиям руководства, наши службы и кабинеты инспекция полный удлил, и мы имеем возможность осуществлять эти функции, предусмотренные по национальному, экономному использованию денежных средств. Наши подконтрольные объекты. Очевидно, вот такой достаточно интересный вопрос для наших граждан. Таким образом мы осуществляем отбор объектов для проверок. Если бы в предыдущие годы мы выходили на проверки через определенное количество лет, хотя на законодательном уровне этот интервал не был определен, но по той методике, которую уже настоящая организация нам определяла, например, те же сельские советы выходили там с интервалом три года. Ну и отчасти, наверное, это нерациональная позиция, нерациональная в той части, что достаточно неэкономные мы и свои денежные средства расходовали на заработную плату сотрудников, поскольку выполняя такую формальность по периодичности ревизий, мы выходили на объект. По сути и результаты были незначительные, поскольку финансирование тех или иных объектов незначительное. И, что называется, почти в холостую работу. В последние годы введено несколько иной подход по определению тех или иных объектов, которые мы включаем в план на основании, так называемого, грызок агентонного педхома. Который включает в себя сбор информации, тех финансовых потоков, которые направляются на объект, ее анализ, факты отчуждения имущества. Если они были, то, естественно, как один из рисков, мы включаем методику определения того или иного объекта, включение в план информацию правоохранительных органов и так далее. Таким образом, набирается необходимая сумма баллов и только лишь по результатам рассмотрения подобной информации мы правим включить объект. Но, безусловно, это дало свои плоды, поскольку, если раньше так называемая малорезультативная проверка у нас определялась в виде 10 тысяч гривен установленных нарушений, то в настоящее время меньше 100 тысяч гривен выявленных нарушений, но по своей внутренней, ведомственной определению мы уже считаем малозначительными. Как правило, у нас таких проверок. Мы, сове деятельность, осуществляем в виде нескольких контролев в европе. Это финансовый аудит, более мягкая форма финансового контроля, которая заключается в том, что наши сотрудники, выходя на объект контроля, оценивают управленческую деятельность руководителя объекта и таким образом определяют эффективно, либо эффективно управляются данные предприятия. В настоящий период, на сегодняшний день, таким, такой формой проверок было произведено 6 государственных аудитов финансов. По таким предприятиям, Харперский казенный экспериментальный протезно-ортопедическое предприятие, Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергостар», ПАД «Хартрон», Научно-исследовательский технологический институт приборостроения, Харперский агрегатно-конструкторское бюро и Харперский машиностроительный завод. В результате в силу было выделено неэффективно используемое денежное средство 88 евро. С целью предупреждения финансовых нарушений существует иная форма нашей работы в виде так называемого операционного аудита. Определяется кабинетом министра перечень объектов, на которых мы проводим операционный аудит, Который заключается в том, что наши сотрудники, находясь непосредственно на объекте контроля, Ежедневно контролируют, проверяют те платежи, которые намеренно существуют предприятия. В случае выявления каких-то рисковых платежей, которые не могут достаточно объективно дать картину прохождения прозрачности той или иной хозяйственной операции, В этом случае наши ревизоры составляют соответствующий документ, справку, которая рекомендует платежи не отсуществлять. Как правило, предприятия соглашаются с нашей позицией. И таким образом, в начале года было предупреждено порядка 15 миллионов подобных платежей. Операции подобные контролируются нами на таких предприятиях, как Тербрата, Шеглинка газдобыча, Укрпургаз, Харьковтрансгаз и Южная Железная Гора. Ну и конечно же, основной формой нашего контроля является ревизия. В начале года проведено 100 и 7 подобных мероприятий, за которых он организован в 12 миллиардов гривен. Финансовые нарушения в ходе этих мероприятий выявлены на 91% объекта, на 91% объекта контроля. Основной показатель, который мы анализировали в ходе выявленных ревизий, это те нарушения, которые непосредственно привели к незаконному использованию денежных средств. Так, установлены нарушения на 90-х объектах на сумму 336 миллионов гривен, что в 1,2 раза больше, чем в прошлом году. В том числе, незаконные расходы ресурсов на сумму 269 миллионов, недостачи на 29 миллионов, нецелевые расходы ресурсов на 7 объектах на 10 миллионов, недополученные ресурсы на 26 миллионов. Кроме этого, выявленные нарушения, которые не привели до таких трат на 110 миллионов. Это имеется в виду какие-то нарушения, связанные с нарушением бухгалтерского учета. На первый раз, в взгляд, вроде бы незначительные, можно на них не обращать внимания, но, тем не менее, вот, например, такой показатель, как замерзение учета дебиторской задолженности, то есть, тех денежных средств, которые нам должны контрагенты, могут скрываться предприятиями, что в дальнейшем повлечет за собой утрату активов предприятий по истечению искового срока давности. К нами такие случаи достаточно часто объявляются и, соответственно, отражаются завалитых ревизий. Кстати, если говорить о подобном нарушении, то недавно прошла ревизия нашего обл.энергия Харьковска. В целом, можно сказать, на первый взгляд, нарушения вроде бы незначительные, которые могут характеризовать работу руководства. Это порядка 19 миллионов нарушений, но, если детально их рассмотреть, основная часть нарушений, именно 15 миллионов приходится на нарушения предыдущих периодов, которые начинались совершаться в 2001-2002 году, и только лишь после принятия окончательного судебного 13-го решения мы аббревизовали эти денежные средства и установили нарушение, которое заключается в следующем. В 2001 году имелась задолженность перед ОБУ «Энерго» ТЭЦ-2-СХ. Порядка 17 миллионов. В этом же году был заключен для вину выступки требований долга с коммерческой структурой, по которому коммерческая структура за право требований должна была уплатить ОБУ «Энерго» порядка 4 миллиона. Из этих 4 миллиона уплачиваем чуть больше миллиона, и в дальнейшем право требований было передано в 3-ю судебную. И одновременно ОБУ «Энерго» в судебном порядке расторгает этот договор о уступке права требований. То есть сама цепочка это разорвалась. Право требований ССХ ушло на ряд коммерческих структур, которые впоследствии путем взаимозачета от него реализовали. И вместе с этим были утрачены от теми ОБУ «Энерго», поскольку целый договор был призван недействительным, по уступке требований. на протяжении 2012-2013 года ОБУ «Энерго» пытался взыскать все-таки эту задолженность из ТС-2, но учитывая, что договор был расторгнут, конечно же, суды и право нервно в этом отказали. Это говорит о том, что, на первый взгляд, незначительное такое нарушение, как мы правосчитаем, неотражение дебютовской задолженности, в данном случае уступка правотребований, в учетах СССР и достаточно значительные последствия для государственных денежных средств. Достаточно основной показатель нашей деятельности – это вопрос возмещения, который говорит, что мы не только решили, но и умеренные наши задачи объявлять нарушения и, конечно же, их взыскивать. На сегодняшний момент из числа объявленных нарушений нами взыскано 30 миллионов гривен. Много или мало, но, верно, хотелось бы и больше взыскать. Но этому есть ряд причин. Во-первых, практика показывает, что те значительные нарушения, как я, допустим, привел в примерах облэнерго, лежат в рамках уже очевидно уголовного производства. В этом случае ущерб должно возмещать то или иное нарушение которого будет обвинительный приговор, когда суммы эти значительные и, так скажем, варианты возмещения достаточно ограничены. И есть еще ряд нарушений, которые не позволяют нам полный мир прямым рублем взыскать эту материальную ответственность на странице, связанные с единичным нарушением заработной платы. Такие факты на них устанавливаются. Это либо, ну, там, различные, по-моему, нарушения, начиная от неправильно установленных баллов или законных выплачений в премии и так далее, но кодекс законного отравления предусматривает ограниченный срок взыскания ошибочной выплачения заработной платы, скажем так осторожно, если нет уголовного производства, то вообще-то это ошибка. И тогда материальная ответственность может внести только лишь виновное лицо в виде взыскания средней месячной заработной платы. И вот за счет этой разницы у нас существует процент, 9% взыскания взысканных сумм по результатам наших ливий. Кроме этого у нас в виде или вида контроля контроля предприятия, она сейчас существует, так называемая закупка, проверка государственных закупок. Ну, во-первых, мы, безусловно, этот вопрос проверяем в ходе лизы, выходит отражение банка. Но также законодатель предоставленного права проведет подобные проверки путем запроса документов, например, при рассмотрении жалоб. Жалоб, ну, как правило, одного из участников, который не согласен с теми результатами торгов, в которых он принимал участие. В подобных случаях мы запрашиваем документы в объекты контроля, анализируем их и оформляем соответствующим документом, который рекомендует объекту контроля, ну, как правило, расторгнуть тот или иной договор. Если он не исполнен, предприятие выполняет наши рекомендации, расторгали договоры, и, подобным образом, на 15 миллионов в этом году мы предупредили совершение законодательства в этом образе. В виде мер воздействия на объекты контроля существует, ну, достаточно широкий спектр, который заключается возможности привлекать к административной ответственности в том или иной нарушениям за нарушение бюджетного законодательства. Таких должностных лиц нам бы привлечено в этом году 500 человек. Мы направляем материалы в суды для привлечения тоже административной ответственности за ряд нарушений, а именно за нарушение порядка проведения комитетной процедуры. Это, по-моему, научил судов привлекать к административной ответственности виновных лиц, которые уже допустили нарушение. В определенных случаях, если достаточно серьезные нарушения, мы извещаем вышестоящую организацию о тех или иных нарушениях, в следующее рекомендации расторгнуть контракт для руководителя, который допустил эти нарушения. С начала года нами предъявлено 11 исков обзысканий по выполнению наших требований до 61 миллион. Но, к сожалению, в этом вопросе есть определенные законодательные истыковки, коллизии, поскольку на протяжении предыдущих лет мы предъявляли иски в суд административный о выполнении наших требований, объектов контроля. Мы безблагодаренно отказываемся их выполнять. Суды выносили подобные решения, которые называли объект контроля соответственно те или иные действия, либо обзыскание сумм с подрядчиков, либо приведение бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством. Но в последнее время позиция Верховного суда изменилась. Отчасти она объективная. Это связано с тем, что законодатель нам предоставил право взыскивать предприятие денежные средства. То есть мы должны обращаться в суд непосредственно на взыскание денежных средств. И поэтому, если мы обращаемся к подобным искам об обязанности выполнить наши требования, нам отказывают. А мы, в свою очередь, решили возможность с такими исками обращаться, поскольку нам законодатель предоставил право иски подавать о взыскании, только лишь взыскание денежных средств в пользу бюджета. Вот у нас выпадает один сегмент – это взыскание денежных средств в пользу предприятий. И, с другой стороны, учителем такое право, которое запрещено в законе, суд отказывает предприятиям, которые обжалуют наши действия. Тоже на этом основании, так как мы не имеем права ставить вопрос о взыскании, суд не рассматривает, существует данный вопрос, отказывает предприятиям. Мы надеемся, что много руководственных инспекций Украины несет соответствующие изменения в законодательные акты, которые каким-то образом в эту ситуацию отрегулируют. Если говорить о направлениях, в которых мы провели ревизию, там достаточно системные нарушения, которые мы встречаем из объекта в объект. Я единственное остановлюсь на некоторых цифрах и более яркий пример приведу. Если говорить о сфере образования наук, проведено 24 ревизии, которыми охвачено финансовых и материальных ресурсов на 2,3 миллиарда. Установлено нарушения, которые привели к утратам на 6 миллионов. и 729 тысяч недополученных денежных средств Академии. Например, ревизия Хакеровского государственной академии и физической культуры установлено нарушения на 1,6 миллиона гривен. Из них финансовые нарушения, которые привели к утратам 969 тысяч и 729 тысяч недополученных денежных средств Академии. Наибольшую сумму составляет этих необоснованных расходов 86 процентов, 83-4 тысячи допущено в результате использования Академии средств общего фонда за выплату премийных балок работников при отсутствии экономии фонда оплаты труда через завершение необходимости такого финансового насигнования. Ну, это, кстати, достаточно распространенное нарушение. Если говорить о бюджетном процессе, то, не знаю, как в этом образе формируется бюджет, и одной из этапов распределительный денежных средств является формирование бюджетного затронса, который должен быть обоснован для того, чтобы данная организация бюджетная осуществляла свою деятельность. В данном случае достаточно часто имеют место нарушение, зарушение такой необходимости финансирования, необоснованное отключение каких-либо тех и дневных расходов, и за счет этого формируется экономия фонда заработной платы, которая, как правило, в конце года, в декабре, расходуется на премию сотрудника, который, естественно, получается завышенный и является одной лишь целью для того, чтобы расходовать те средства, которые были профинансированы. Ну, каким образом это осуществляется в подобных учебных заведениях? Например, мы знаем, что существует специальный фонд, который организуется за счет оказания оплатных услуг, например, обучения студентов по контракту. И вот этот специальный фонд должен расходоваться на возмещение этих затрат, на предоставление подобной услуге. Но учреждение перекладывает финансовое ответственность, что этот сутят будет финансировано на общий фонд, который финансируется из бюджета. И таким образом создаются необходимые заделы для тех и дневных групп, которые были предусмотрены или необоснованными или предусмотрены бюджетными заданиями. Кроме этого, в этом учебных заведениях была не включена в стоимость платной услуги за проживание штатных работников, которые содержали за счет, опять же, общего штатных работников общежитий, которые обеспечивали обслуживание контрактных студентов. Установлены нарушения социальной части на чтение выплаты премии и руководству без соответствующего разрешения Министерства образования и нарушения. Умело место завершения добавок к штатным окладам, стоимость терминальной работы и так далее. Сфера, социальная сфера и культура. Проведено было 23 ревизии, которыми охвачено 1,7 биллиарда гривен. Установлены на нарушения на 4,6 биллиона гривен. Так, при ревизии фонда государственного социального страхования Украины по случаю безработицы были проведены ревизии в пяти центрах занятости Харьковский образной центр, Харьковский городской центр занятости Лебединский городской центр занятости Перомайский и Краснодарский. Нарушение установлено на 1,3 биллиона. Так, в Харьковском областном центре занятости установлены нарушения стоимость услуг по профессиональному обучению безработных подагнурам с рядом контрагентов, которые оказывали услуги по подготовке специальной ставки. Аналогичные нарушения установлены в других центрах. Сфера материального производства и финансовых услуг. Проведено три ревизии, но они достаточно объемные и соответствующие показатели выявлены на этих ревизиях, поскольку было финансировано, объектом был значительным. Так, была проведена ревизия измену стоимость ТЭС, публичного акционерного творчества центра. В ходе ревизии были установлены нарушения стоимости определения выполненных работ по капитальному строительству на 56 миллион. Так, контрагент осуществляло использование сервисного обслуживания оборудования одной из блоков ТЭС. При этом было допущено завершение стоимости работ на 42 миллиона. В результате не для соблюдения требований срока проведения контроля технического состояния. Ну, вкратце можно сказать, что согласно обслуживанию этого блока было предусмотрено, что подобное сервисное обслуживание проводится через 50 тысяч часов работы блока. При этом, ну, кроме временного показателя работы блока, необходимо было соответствующее оформление документа в случае, если какая-то непредвиденная ситуация происходит в виде внеплановых ремонтов. В ходе проверки установлено, что подобный ремонт был проведен значительно раньше. Обоснователь объект контроля не предоставил о необходимости проведения такого ремонта. И, таким образом, объект контроля безознавательно поплатил потребчику 42 миллионов рублей. Одной из значительных ревизий, проведенной в этом году, является ревизия службы автомобильных дорог в Украине. Ну, эта тема достаточно всех административных граждан интересная, всеми породи и другому состяльным дорог. И, конечно, особое внимание Государственной финансовой инспекции Украины привлечено к тому, чтобы наиболее полно, объективно провести какие-то подобные ремонты. В ходе ревизии установлено нарушено на 19 миллионов. Ну, часть из них связана с завершением объема работ, с неправильным применением коэффициентов подрядчиками. Ну, это такие нарушения, которые нужно отнести к категории систематических, которые допускаются объектами контроля. Но есть ряд нарушений, которые присущи только речь службы. Например, значительные средства выделяются службой на, то есть, украинскому утреннему содержанию ремонта тамных дорог. Содержание вручает в себя разные виды работ, начиная от выполнения явочного ремонта, сбор мусора, посыпка печально-сольовой смеси и так далее. Ну, что нам было установлено? Что ряд работ, мы перечислили, документально их выполнение не подтверждается. Ну, например, уборка мусора. Есть акты выполненных работ о том, что мусор собран в территории достаточно значительных объемок, но кроме этого его вылаз и сдача на соответствующие мусорохранилище не подтверждается, что дает нам основания сомневаться в выполнении подобных работ. «Если говорить о ямочном ремонте, то в ряде подразделения службы дорог отсутствуют так называемые привязки, то есть, в ходе проведения проверки достаточно сложно определить, где же эти работы выполнялись и каким образом мы можем проверить их планету и качество выполнения. Там, где подобных привязок не было, соответственно, мы тоже не нашли соответствующие документы и определили, что демерные средства будут расходованы без окон. И одно из тех нарушений, которые присущи только этой организации в нашей области, это так называемый сбор песка по краю дороги. Выполняет служба в виде дороги, связанной с посыпками пища на сольную смеси и приход так называемого песка, необходимое для изготовления смеси, оформляется в виде того песка, который собран здорово, ну просто зимнего периода и так далее. Но учитывая, что достаточно значительный объем этого песка декларируется, оформляется служба. У нас вызывают сомнения выполнения этой операции. Тоже значительные суммы нам предъявлены как незаконные. сомнения. Давайте перейдем к вопросам. Елена Гова. У меня вопрос, во-первых, о службе автомобильных дорог. За какой срок проводилась релизия? И второй вопрос у меня по поводу, в принципе, в развитии первого. Несколько лет назад, и, конечно, 12-12 год, были установлены аналогичные нарушения по поводу именно песка и спорта. Чем закончилась эта история? Ну, срок пролег как будто 13-14 год. Если говорить о прошлых результатах, то эти суммы не размещены и числится не размещены. А уголовный отдел? Или вы материалы... Мы материалы не передали, но в дальнейшую судьбу нам не сообщили. И второй вопрос, есть, по ОМЭНЕРГО. Передавались материалы? Передавались материалы прокуратуру. Ну, как правило, если есть нарушения, связанные с незаконным использованием денежных средств, мы все материалы передаем прокуратуру, про охранительные органы. Но, учитывая новые изменения в уголовно-процессуальный кодекс, как правило, все не вносятся в единый языкашный реестр. Вроде у них расследовали, поэтому с этим проблемами. Кстати, если говорить о взаимодействии с охранительными органами, то, в всяком случае, в нашей области достаточно тесное сотрудничество имеет место. Это как мы направляем материалы в соответствующие органы, которые не вносят в реестр. Ну, а часть дальнейшего движения связана уже с той доказательной базой, которые удается собрать в ходе связи, так понимаю, что в этом есть определенные проблемы. Хотя такая форма доказательства заключения экспертизы, достаточно редко экспертиза подтверждает позицию объекта контроля и, в общем-то, поддерживает выводы, изложенные в акте на. Кроме этого, достаточно часто правоохранительные органы обращаются по возбужденным негалоговым делам, по выделению специалиста, либо проведение неплановой проверки. Мы выделяем соответствующих специалистов, которые оформляют те или иные результаты, и они уважаются в основном обвинения правоохранительных органов. Да, вопрос, пожалуйста, представьтесь. Информагентство X1, Андрей Попов. Есть ли у вас информация о том, на какую процедуру приходится больше, ну, это вопрос в тему госзакупок, где больше нарушений по переговорной процедуре или конкурсным торгам? И второй вопрос, вы говорите, изменилась методология определения проверок. Вот, допустим, в Харькове закупались охранные услуги для Харьковского митрополитена. Это уникальный объект. Вот, как определяется цена, чтобы определить там, если не ошибаюсь, за 46 миллионов в одном предприятии, как определить, завышено это или занижено, при том, что одно предложение, которое было там, то ли на треть, то ли на двое меньше, не было допущено до торгового. Ну, по какой причине не было допущено, как правило... Нет, не по какой причине, а вот как определить это... Завышено, либо занижено стоимость до торгового услуга. Есть в этом проблемы, определенные тоже у законодателя, пробел законодательства. Достаточно часто к нам приходят заявления, ну, очевидно, для того, что, может быть, они обоснованы, в которых утверждается, что при проведении торговой, та цена, по которой выбран победитель, намного выше цен, которые существуют на рынке. Ну, вроде бы, бесспорно, и должны мы это поментировать, соответствующее направление утроохранительной воды. Но, к сожалению, в этом существует сейчас пробел. Почему? Поскольку не существует методики намного данного права определять сумму ущерба на основании выведения разницы между ценой победителя и той ценой, которая существует на рынке. Ну, насколько это обосновано делать такие заключения, это тоже достаточно серьезный вопрос, потому что проверяют ту или иную жалобу, мы, конечно же, запрашиваем документы, проводим анализ, но подобный вывод мы не можем делать в нанесении ущерба. Ну, во-первых, как я бы сказал, в ней методики. Во-вторых, при закупке, ну, допустим, продуктов питания, достаточно много условий, которые просто невозможно сравнивать. Это, допустим, производится закупка в городе Харькове продуктов питания, там, в учреждении образования, либо в Тихичевке, например, в Москве. То есть определенные транспортные расходы и ряд еще огромных расходов, которые невозможно просто сравнивать. Поэтому мы вынуждены и работаем в тех условиях, что мы проверяем непосредственно саму процедуру. Если в ходе процедуры не установлены на нарушение, если правильно отклонен тот или иной будущий участник по торговле, то мы лишены возможности описывать это как нарушение. Поэтому надо смотреть непосредственно на саму процедуру. Если есть непосредственно нарушение, тогда уже можно говорить о том, что, вот это, я буду сейчас описывать, что разница, на которую было предложение от военного участника, является той суммой, которую мы, очевидно, нерационально, как минимум использовали на этом году. Можно еще вот такое точнее? Ну, вот смотрите, предположим, ситуация, что ориентировочная цена, вот продолгая тысячу гривен, закупили за 900 товаров, а и в реальной стоимости 100 гривен. Финансспекция рассматривает это как экономный бюджет за 100 гривен или как потери в 800? Мы, в данном случае, только решили все. Только можете. Мы решили возможности делать какой-то вывод на этот счет. Ну и про переговорную процедуру можете ответить? Каковы? Ну, первый вопрос, где больше нарушений по переговорной процедуре? Или... Ну, статистику мы не ведем. Ну, в основном, конечно, конкурсы непосредственно проведения, поскольку там есть ряд тонкостей. Пароль они могут быть формальными, в волшебном виде. Сдается пакет документов, который, допустим, пронумерован, затем исправлен. Ну, формально тоже в волшебном виде. Но в целом мы анализируем эти предложения, выявляем, что нет все-таки избранных. Тот участник, который предложил уменьшую цену. Хотя, ну, на первый взгляд, были бы нарушениями. Поэтому, ну, пытаемся достаточно осторожно и оценивать эти нарушения, для того, чтобы сделать правильный вывод, поскольку это последствия существенные. Если говорить о восторжении договора, везут эту неправильно проведенную процедуру, если данный вывод выполнить, то мы понимаем, исполнить наши рекомендации, требования, мы почти невозможно. Преисполнены. Еще можно? Да, да, да. Вот по допороговым закупкам. Просто вот, есть такие вот вопросы к многим закупкам, именно допорогам, то есть до 100 тысяч, которые вне этой процедуры конкурсной. Вы как-то, по словам, их проверяете? Вообще есть там больше нарушений, меньше фиксируется? Как я уже сказал, мы, к сожалению, их не проверяем. Именно предмет проверения процедуры, естественно, не проверяем, поскольку она не проводилась. А на предмет, вот, насколько эта цена соответствует тем ценам, которые сложились в регионе, нет методики определения. То есть, по словам, вообще не постаблируется? Нет, 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 нет. Есть вопросы еще? Мне нужно подчеркнуть, пожалуйста. А закупки со средств работами, вы проверяете или нет? А проверяли вы, как используется, ну, меняете особенно рабочие средства на ремонт дорог и на тропаемые люди? На ремонт дорог мы проверяли. В этом году были объявлены армии торги на 15-м, но, ну, более подробная информация о стратегии, если суд нарушений у вас интересует, я вам уже предоставлю. По травам и армии, там, у меня, в принципе, проверок подробных областей не было. И обращения, кстати, не было. Уважаемые коллеги, если нет вопросов, пресс-конференция наша окончена, ну, а в частном порядке можно любые уточнения. Есть еще возможность. Спасибо.